Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос по делу» в студии Нина Приходько. Сегодня мы говорим о том, как пенсионный фонд делает жизнь граждан легче, внедряя новые электронные сервисы. Об этом мы говорим со Светланой Геннадьевной Жинкиной, заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о новшествах, которые появились не так давно. С какого бы хотелось начать лучше? Я хотела бы с удовольствием сказать, что у нас в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда предоставлены очередные дополнительные возможности по представлению заявлений на выплаты, на пенсионные выплаты. Это срочная пенсионная выплата назначения и единовременная выплата к страховой пенсии. Напомню, что для получения этих выплат из средств пенсионных накоплений нужно как минимум совпасть два фактора. Человек должен иметь право на назначение страховой пенсии, но и иметь средства пенсионных накоплений, потому что страховая пенсия уплачивается из страховых взносов, назначается, а вот пенсии накопительные из средств пенсионных накоплений, которые уже уплачиваются в накопительную часть. Это страховые взносы страхователя 6%, это программа софинансирования, это материнский семейный капитал. Вот из этих средств собираются средства пенсионных накоплений, которые впоследствии и выплачиваются. Хотелось бы сказать, что если накопительная пенсия у нас выплачивается так же, как и страховая пожизненно, то срочную пенсионную выплату можно получать по заявлению на установленный срок. На то она и называется срочная. То есть можно заказать, выплачивать ее в течение 15, 20, 12 лет, но не менее 10 лет. Единовременная выплата тоже говорит сама за себя. Если средства пенсионных накоплений составляют 5 и меньше процентов от всей пенсии, то эти деньги выплачиваются единовременно, чтобы не растягивать их во времени на совершенно незначительные пенсии. И хотелось бы обратить вот на что, что средства пенсионных накоплений выплачиваются пенсионным фондом в том случае, если они инвестируются в пенсионном фонде. А расскажите, если вдруг человек забыл, где он формирует свои пенсионные накопления, как это узнать можно? Опять там же, в личном кабинете гражданина, можно следить, во-первых, и за поступлениями уплаченных страховых взносов, то есть представления индивидуальных сведений за работодателем, от работодателя. И там же можно и посмотреть тот фонд, не государственный пенсионный фонд, или государственный пенсионный фонд, где инвестируются средства. То есть в личном кабинете это можно посмотреть. То есть в личном кабинете можно подать заявление на получение срочной или единовременной выплаты, а после этого нужно приходить в пенсионный фонд? Нет. При подаче этих заявлений приходить в пенсионный фонд не нужно, потому что, во-первых, заявление подается в электронном виде, и у нас в пенсионном фонде имеются сведения. А во-вторых, как я сказала ранее, одно из условий – это назначение страховой пенсии. То есть человек уже является получателем пенсии, все персональные данные не только по отчисляемым страховым взносам, но и уже по назначенным выплатам у нас имеются. Поэтому в дополнение дается еще одно заявление, по которому назначаются выплаты. И, конечно же, удобство электронных сервисов, что по ним не надо приходить. Заявление посылается, больше приходить не надо. Ну, конечно, исключения представляют, когда какие-то сведения, ну, может быть, надо допредставить, то уже с заявителем отдельно связывается. В том же личном кабинете есть обратная связь, и приходит сообщение, вам надо предоставить дополнительные документы, если это требуется. А накопительную часть пенсии ее тоже можно оформлять в электронном виде? Накопительная пенсия. Не приходя вообще в пенсионный фонд? Да, как я сказала, страховая и единовременная, срочная и единовременная, это вот только сейчас появилась возможность. Накопительную пенсию уже можно. С января 2016 года мы принимаем заявление на страховую, чуть позже мы принимаем на накопительную. И все виды страховой пенсии, это и страховая по старости, и по инвалидности, и государственные пенсии, и социальные пенсии. То есть все виды пенсии можно подать заявлением в личном кабинете гражданина. Сейчас это просто очередной этап подачи очередных заявлений на выплаты. Была информация, что можно в личном кабинете управлять вообще всеми видами пенсии, которые тебе назначены. Как это, вот о чем, каким образом можно управлять, что нужно для этого? Управление средствами пенсионных накоплений называется те мероприятия, которые проводит сам гражданин. То есть, попросту сказать, он выбирает страховщика. Это или государственный пенсионный фонд, или негосударственный пенсионный фонд, или управляющая компания. И у нас же, напомню, есть возможность, предоставлено право выбирать вообще, формировать или не формировать эту накопительную будущую пенсию. То есть, вот это и называется управление средствами пенсионных накоплений. То есть, это действительно накопление, которое можно куда-то инвестировать и получать соответствующий доход. Вот с конца августа появилась теперь и эта возможность делать через личный кабинет гражданина. Вот еще одно направление, по которому не надо приходить, а можно подать эти заявления. Но хочу акцентировать внимание вот на чем. Если все заявления, которые подаются в личном кабинете гражданина, можно подавать с паролем, с логином и паролем регистрации на портале госуслуг, ведь вообще в личном кабинете работа на сайте пенсионного фонда, это те же самые пароль и логин, которые на портале госуслуг, и с которыми можно получать вообще услуги других структур. А вот управлять средствами пенсионных накоплений можно только с дополнительной электронной подписью. Вот такое условие сделали, ужесточили. То есть, не секрет, что очень много манипуляций проводят негосударственные пенсионные фонды. Ну, я бы, наверное, не очерняла негосударственные пенсионные фонды, как некоторые агенты этих негосударственных пенсионных фондов. И вот такое более жесткое требование к управлению средств пенсионных накоплений, то есть, вот заявление о переходе, о смене страховщика, о выборе, о формировании накопительной пенсии, необходимо делать с дополнительной электронной подписью. То есть, это такая своеобразная защита от злоумышленников? Да, да, да. Человек получает подпись, ну, в общем-то, сейчас это тоже не секрет, в тех же самых личных кабинетах, например, налоговой, вот я тоже пользуюсь, да, личный кабинет налоговой инспекции, там предоставляется пароль. Точно так же здесь пароль тоже нужно получить, и можно подавать и такие заявления, то есть, управлять своими средствами пенсионных накоплений. Светлана Геннадьевна, а какие электронные сервисы предлагает пенсионный фонд получателям набора госсоцуслуг? По наборам социальных услуг, напомню, что набор социальных услуг – это составная часть любой единовременной выплаты, у нас большой перечень категорий получающих эту единовременную выплату в различных суммах, а вот набор социальных услуг, входящий в состав, имеет одинаковую составляющую, это бесплатный проезд, это оплата к месту лечения обратно и санаторно-курожное лечение. Вот о состоянии вот этого набора социальных услуг, о получении его либо в натуральном виде, либо в денежном выражении, у нас ведь граждане могут тоже изъявить свое желание и получать их в различных вариантах. Вот состояние этого набора социальных услуг тоже можно получить в личном кабинете, это вот дополнительно такая услуга. И, кстати, эту же информацию можно получить и на портале госуслуг. Это касается только пенсионеров невоенных, для военных, наверное, отдельная информация где-то, да, вот в электронном виде. Набор социальных услуг касается получателей ежемесячных денежных выплат, и мы не говорим военные они, невоенные, это получатели по линии пенсионного фонда. Ежемесячную денежную выплату получают граждане от пенсионного фонда Российской Федерации, и то есть весь реестр получателей набора социальных услуг он включает как и бывших военных, так и небывших военных, так и пенсионеров. То есть если это выплаты по линии пенсионного фонда, то любой гражданин может эти сведения получить. Ведь если говорить о бывших военнослужащих, они ведь тоже по достижении определенного возраста, ну, да, получают страховую пенсию без фиксированного базового размера. Так что, конечно же, здесь нет деления. Светлана Геннадьевна, вот еще такой вопрос. Известно, что в числе активных пользователей интернета молодые мамы. Вот пенсионный фонд, он чувствует на себе вот эту активность? Да, действительно. Я вот тоже всегда говорю, что молодые мамы, им просто деваться некуда, конечно же, не являются активными пользователями. Для них предусмотрено их направление деятельности. Это материнский семейный капитал. Что наши мамочки могут? Ну, во-первых, подать заявление, с чего начинается материнский капитал. С рождения ребенка, да, и подачи заявления на сертификат, материнский семейный капитал. Это тоже можно все сделать в электронном виде. Подается в личном кабинете гражданина или на едином портале госуслуг. Подали заявление, получили сертификат. Дальше идет распоряжение. На заявление на распоряжение тоже можно подать в электронном виде. Единственное, здесь хочу сказать, что при подаче на распоряжение материнским капиталом необходимо в пятидневный срок подходить с документами, их предоставлять. И здесь уже ответственность лежит на заявителе. Если в пятидневный срок документы не представлены, то будет вынесен отказ о вынесении решения. Потому что здесь зона ответственности на заявителе. И сейчас хочу напомнить, мы выплачиваем очередной этап единовременных выплат из средств материнского капитала. Нынче он составляет 25 тысяч рублей. По 30 ноября мы выплачиваем для мам, у которых детки родились, по 30 сентября. То есть у нас вот есть еще немножко времени, чтобы детки родились. Так вот, на выплату единовременную, выплаты, такая тавтология, получается, вот тут приходить не надо. Светлана Геннадьевна, спасибо большое, что нашли время, пришли в нашу студию. Я напоминаю, у нас в гостях была Светлана Геннадьевна Жинкина, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области. Я же с вами прощаюсь. До свидания.